итак доброе утро друзья и гости канала в общем давайте с вами сегодня пообщаемся на такую интересную тему которая называется у нас работа все-таки и отношение к работе я вот почему решил записать эту тему потому что общаясь с теми же самыми работодателями они мне говорят одно да если мы общаемся с теми кто пытается устроиться на работу они говорят другое и вот есть такие да скажем есть образно продается покупатели почему-то между ними эта пропасть мешает им встретиться так вот давайте все-таки посмотрим какие прежде всего будут нужны сотрудники до любому работодателю ну конечно нужны амбициозные до инициативные нужны нацелены результат да нужно работоспособны такие конечно нужны они нужны всем все другое дело какие сейчас на данный момент у нас соискатели соискатели кто пытается устроиться на работу конечно это полная противоположность тому что хотят от него вот я многие слышу от многих я за эти деньги даже с дома не выйду да я работаю ровно настолько сколько мне платят да и вот такие вот непонятные дебильные вот эти отмазки я так считаю что если ты подписался например за 20 тысяч рублей пойти и работать с кем-либо ты должен полностью свои эти 20 тысяч рублей отрабатывать по самой не хочу да вот как бы если ты изначально например шел на 50 тысяч рублей а тебе стали платить 20 тысяч рублей ну да опять же я думаю что всегда можно найти компромисс всегда можно договориться с работодателем так далее и это не является основанием брать и не работать откуда у нас сейчас появилось такое что у нас люди не хотят зарабатывать хотят работать но скорее всего пошло это от того что у нас всю жизнь мы при социализме до работали за норму часы норма часы норма дни и до сих пор некоторые организации до том же сам морске в ориенбурге может даже челябинске и селимбурге до сих пор работать за норму часы да например если брать например из тех самых преподавателей они работают за то же образом за норму часы есть определенная ставка доставка 18 часов в неделю вот на 1 ставка до хочет заработать больше перед две ставки хочешь заработать еще больше бери три ставки и так и так далее ну вы прекрасно понимаете что когда человек работает там на 3 на 4 ставки это не значит что отрабатывает все в 100%. И мы замечаем с вами, да, есть, например, у нас несколько учителей в школе, да, у одного детишки знания хорошее получает, и у нас участвуют они в олимпиадах, да, и всевозможные выигрывают, да, и спокойно сдают свой предмет и зарабатывают определенные деньги. А второе, может быть, учительница, там, у него может быть даже категория выше, даже еще что-нибудь, звание больше, все. А дети, так скажем, не осваивают его предмет, а, по сути, кажется, предмет еще легче, чем такой. Ну, зарплату может этот человек получать гораздо больше, потому что у него там может быть больше нагрузка, больше еще что-нибудь, понимаете? Например, если, например, в управлении образованием, в принципе, по барабану, и они готовы держать себе и такого педагога, и другого педагога, да, им по барабану, да, нужно закрыть вакансии, то в случае с частным предпринимателем, да, или в случае с организацией, которая принадлежит к частному лицу, то, конечно, ему, его такие варианты точно не устроят. Поэтому отсюда сами делайте выводы. Хотя я понимаю, что те люди, да, кому сейчас, почему не берут людей за 45, да, у кого возраст больше, чем 45 лет, да, больше, чем 50 лет, почему не берут, да, хотя они вроде комбинциозные все. Потому что они были воспитаны в социализм, привыкли, им клещами в голову впили, что они должны работать за нормой часы, что должен быть какой-то трудовой кодекс, что должен быть еще что-нибудь. И вот так вот, понимаете, и вот этот, у них этот, с головы ничем не выбьешь, вот этот, вот этот, не сломать менталитет, не сломать отношения, понимаете, поэтому вот их и не берут. Очень тяжело. Большинство почему тоже не берут педагогов, потому что педагоги изначально работают не на результат, а за нормой часы, да. Есть понятие ставка, две ставки, три ставки, полторы ставки, и все. Вот отсюда вот как раз вот и получаются такие моменты, потому что очень тяжело перестроиться, работать, например, на окладе, да, а потом работать на проценте. Это абсолютно, что ты работаешь, просто на работу приходишь, да, а это тебе приходится работать, приходится с каждого часа, проведенного на работе, добиваться максимального результата, понимаете. Вот такая вот штуковина. Поэтому, 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 нужно либо в себе менять что-либо, да, чтобы зарабатывать, либо еще что-нибудь. Да, вот есть еще такое понятие трудоголик и так далее. Мне не нравятся такие названия, по одной простой причине, потому что, как вам сказать, потому что, когда ты подозреваешься, что ты трудоголик, ты становишься каким-то рабом системы. А что такое раб-система? Раб-система, это есть, когда ты берешь и сам себя загоняешь. Давайте возьмем, например, вот вариант, да, когда я работал в Евросети, я в целом мог брать выходные в любые дни, но я никогда в жизни не отдыхал ни в субботу, ни в воскресенье. Хотя все нормальные люди отдыхали в субботу, ни в воскресенье, ходили в парк, какие-то мероприятия. Потому что, например, в субботу я зарабатывал 5 тысяч рублей за день, а, например, в среду я зарабатывал полторы тысячи рублей. И по логике, конечно, я брал выходной в среду, но никак не в субботу. Потому что в субботу я выходил, но уже было пахать. И, в принципе, меня никто не заставлял. Ну, вот это желание заработать деньги заставляло вот именно вот себя загонять в такую непонятную клетку. И в один прекрасный момент, когда я уходил с работы, когда я ушел в серверсети, у меня, в принципе, там все устраивало. Я ушел из-за графика. Я в Евросети работал с 9 утра до 9 вечера, а мне предложили работать с 9 утра до 6. Я работал, у меня был выходной либо в среду, либо в четверг один выходной, либо бывает в среду, четверг был выходной. Я ушел, чтобы у меня был выходной в субботу, в воскресенье. И в итоге я ушел, да, там на меньшее деньги изначально, да, но мы все решили вот именно работать именно на процентах, да. И в один прекрасный момент, не прошло даже месяца, я посмотрел, что, в принципе, я себя опять загнал на то, что я начал там в субботу работать, да, в воскресенье где-то работать, задерживаться на работе. На работу приходите раньше. И еще даже стало хуже, да, например, когда вот работал такси, например, лежишь там в субботу, 12 часов ночи, вроде никого не трогаешь, открываешь программу, смотришь, заказы висят, что-то не так. Все, берешь, едешь на базу, ночью подрываешься, смотришь, что там случилось, там, может быть, там интернет отрубился, может, еще что-нибудь, почему не вывозят, там, ну и так далее, понимаете. И в итоге ты, когда работаешь, ты горишь этой работой, и ты понимаешь, что в этой ситуации кто, если не ты. И многие мне говорили, Максим, это не твой бизнес, а ты относишься к этому бизнесу как к своему. И многие говорили, как бы ту работу, которую ты выполняешь, она стоит гораздо дороже, чем тот человек, который тебе платит. Ну, у меня никогда в жизни в голове не возникало, да, что кто-то мне там недоплачивает, еще что-нибудь. Когда я хотел зарабатывать больше, я просто подходил, говорю, мне нужно больше денег, мне нужно то-то, 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 аргументированное дело. У меня какие-то показатели, и все. И, в принципе, мы все находили компромисс. И с любым начальником, с любым начальником можно найти компромисс. С одним начальником я нашел компромисс, да, когда мы работали в мебели, когда я там сделал хороший результат, все. Ну, что я сделал? Я взял, уволился и уехал в Сочи. Все. Система очень простая. Взял, уволился. Если работодатель не понимает, что нужно платить нужно, то нефиг там держаться, все. Это очень просто. Но большинство работодателей, они заинтересованы в том, чтобы развивался бизнес. Тем более, те люди, которые к чужому бизнесу относятся как к своему, они на вес золотом. Ну, реально, они на вес золота. И вот мне больше всего многие спрашивают, как, с чего начать в Сочи, как начать зарабатывать, как что-то сделать. Ну, ответ очень прост. Вот недавно общался с одним из подписчиков. Он говорит, я живу 8 месяцев в Сочи, у меня нет работы. Вот не могли бы посодействовать, чтобы меня взяли личным водителем куда-либо. Нет, не могу посодействовать. Ну, не могу. Я предложил, идите в такси. Он говорит, у меня нет машины. Я говорю, везите на наемную машину. Вот я открыл отзывы, почитал. И в отзывах было написано, что водители даже не могут заработать на то, чтобы отдать машину за машину на аренду. Я говорю, а вы пробовали? Он говорит, нет. Я говорю, попробуйте. Он говорит, мне жалко свое время. Я говорю, а 8 месяцев без работы, без ничего сидеть не жалко свое время, вот эти 8 месяцев? Он говорит, нет. Я говорю, так надо один день выйти на работу, посмотреть. Я говорю, я знаю, что у меня все такси, скажут, точно 5000 рублей остается за день. Он говорит, нет. Он говорит, я почитал отзывы на разных ресурсах. Я говорю, я сам лично выходил на такси, я знаю, сколько я зарабатывал. Ну, я город не знаю. Я говорю, а как вы хотите работать личным водителем? Нет, я способный, обучусь. Я говорю, ну, значит, и в такси вы способны обучитесь. Нет, это не то. Мне нужна стабильность, мне нужен оклад. Я говорю, а в Сочи окладов нету? Нет, может, вы знаете, чтобы там где-то был оклад и так далее. Нет, не знаю. В Сочи все идет, в Сочи немножко этот город идет на шаг вперед, чем все остальные. У нас здесь капитализм. У нас здесь такие бартовские отношения. Все идет процент отношения. У нас все. У нас даже уборщица не на окладе, а на проценте. Она пришла, убралась, получился и 2000 рублей за уборку. У нее нет такого, чтобы там, я платил ей там стабильно 10 тысяч рублей, и она знала, что она всегда без тысяч. Нет. Когда-то мне может уборка понадобиться, когда-то мне не понадобится, когда-то мне два раза понадобится, когда-то можно заработать больше, когда-то можно заработать меньше. Уборщица здесь зарабатывает, которая у меня убиралась раньше, до приезда Надя, она бы зарабатывала, она сказала, 60-70 тысяч рублей спокойно. 60-70 тысяч уборщица. Поэтому, когда многие из вас не могут найти работу, я могу сказать, что не хотят найти работу. Это 100%. Не хотят. Многие, еще раз повторюсь, особенно девочки, говорят, мы где-нибудь хотим на окладе. Нет, оклад провоцирует к тому, чтобы человек просто деградировал. Оклад и деградация это синонимы. Кто бы сейчас что ни говорил. Я ни одного не видел человека в мире, чтобы он работал на окладе и отрабатывал, и просто отдавался работе полностью. Ни одного человека не видел. И опять же, когда вы будете устраиваться на работу, много будет задавать вам вопросов всяких разных, в том числе, какие у вас цели и так далее. Без целей не возьмут. Я приводил, вот я не знаю, надеюсь, на меня этот человек не обидится. Недавно была сделка, покупал квартиру для друга, и все. Он сейчас на данный момент работает в Сочи, подрабатывает в Сочи и работает в такси. У него есть норма, 2000 рублей в день он должен заработать, у него только такое в голове. И все. А в основном, времен посвящать семье, все, 2000. Знаю другого человека, который работает в такси, у которого стоит, ему нужно заработать 3000. Другого 5, другого 7. Все эти 4 человека зарабатывают свою норму. Кто-то 2000, кто-то 5000, кто-то 7000. Понимаете? Каждый зарабатывает, каждый для себя ставит какую-то цель, свой прожиточный минимум, и спокойно берут и зарабатывают. Теперь давайте зададим вопрос. То же самое у нас и в риелторстве. У нас у каждого есть определенные цели. У каждого есть. Кому-то хватает заработать 50 тысяч рублей, кому-то хватает 100 тысяч рублей, кому-то 200 тысяч рублей, кому-то 500 тысяч рублей. Есть люди, которые заработали 100 тысяч рублей, так же, как я приводил пример такси, да, он быстренько заказ поймал до Красной Поляны. Все, он уходит с линии. Он может еще заработать 2000, еще 3000, а ему все, больше не надо. Ему что нужно было, он заработал, понимаете? Это в голове. Искусственный потолок. Искусственный потолок, и все, мне больше не надо. Я тоже самое видел в Евросети. У нас были люди, которым хватало 15 тысяч рублей, они зарабатывали за месяц 15 тысяч. У нас были люди, которым нужно было 20 тысяч рублей, они зарабатывали за месяц 20. Были, которым нужно было 30 тысяч, они зарабатывали 30 тысяч, а мне нужно было зарабатывать 100 тысяч. Я зарабатывал 100 тысяч. И 100 тысяч это было не максимум, а минимум мой. И мне всегда все говорили, Макс, куда ты столько, столько, зачем тебе столько денег? Зачем ты там в последний день так выкладываешься? А я не в последний день выкладывался. Я каждый день выкладывался, как будто это последний день в моей жизни. То же самое здесь на работе. По большому счету, я сейчас могу сказать, что работая здесь, я стал рабом системы, раб я стал, реально раб, потому что я ухожу, сейчас время 6 часов, я записываю видео, 6 часов 15 минут, сейчас я зайду на тренировку, сейчас я позанимаюсь, потом поеду с одному клиенту, потом поеду документы сберу другие, все. Это у меня такой ритм, такой бешеный ритм, и по сути, когда у меня стоит приоритет, взять там, уделить время семье или клиенту, я уделяю клиенту, потому что я прекрасно понимаю, кто если не я, если я не хочу для клиента уделить время, то любой из риэлторов тем более не уделит ему времени. И дочка говорит, я говорю, дочка, давай поедем на рыбалку позже, так почему, я говорю, потому что мне надо встретить клиента с аэропорта, а что он такси не знает, я говорю, нет, надо встретить все, а что он будет покупать, я говорю, нет, это просто турист, хочет посмотреть город. Я говорю, пап, ну ты же ничего не заработаешь, только потратить в свое время. Я говорю, дочка, я, наверное, ничего не заработаю, но клиент, когда захочет все-таки вернуться, там, например, продать свою квартиру или еще что-то, вернется именно ко мне, потому что в данный момент я его хорошо все обслуживал, все. И вот сейчас дочка стала понимать, потому что работа почти вся идет на перспективу. И, наверное, да, вот у каждого должен быть какой-то лозунг, какой-то тезис, да. У меня, например, есть такое понятие, как ценный конечный продукт на моей работе, да. Это высококачественные риэлторские услуги, решающие этичные задачи клиентов в сфере недвижимости, в результате чего клиенты остаются довольны, желают вновь получить услуги компании и дают положительные рекомендации другим людям о нашем агентстве. Вы, наверное, понимаете здесь вот этот тезис, да, вот этот, скажем, этот постулат писал я сам лично. Но ключевое рекомендует наше агентство, хотя это не мое агентство, я работаю наемным работником. Но я к этой работе, к своей, отношусь как к своему бизнесу, понимаете. Здравствуйте. Чуть-чуть переговоришь, не откажите, без бензина сдали, я не прошаю, ничего. Готов рассчитаться, сейчас отель доеду. Не надо рассчитаться, сам бывал в такой ситуации. Сам бывал в такой ситуации. Все нормально. Пожалуйста. И давайте, наверное, все-таки подведем итоги с вами. Подведем итоги. Все-таки, почему у нас там определенные люди добиваются результатов, а другие не добиваются? Ответ очень прост. Одни люди привыкли работать на результат и относятся к своей работе с чувством, долгом, да, как, скажем, кто, если не я. Но таких всего лишь 3% по статистике. А другие работают, знаете, таких людей, в 6.01 уже их нету. Приходят на работу ровно в 9.00 и так далее. Ну, это и есть средние, да, поэтому у нас средних очень много, да, или тех, которые зарабатывают ниже среднего. Я могу сказать, что любой из вас может стать любым. Я вот сейчас в сентябре посещу два тренинга. Не потому, что я тупой, не потому, что я там глупый или еще что-нибудь, потому что мне нужно саморазвиваться. Потому что я понимаю, что время не стоит на месте, надо, инструменты появляются новые, 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 новые и новые. Даже iPhone появляется каждый год новый, да, сейчас в сентябре будет iPhone 8, что там будет про все остальное. И на данный момент, конечно, я хочу, да, например, чтобы каждый из вас был успешным. Но вот как показывает практика, да, вот эти звонки, да, не могли бы быть тому это, но я там не пойду, я читал отзывы, еще что-нибудь. Ну, бред тогда, тогда нужно сидеть, читать отзывы и все. В то время, сколько вы проводите возле компьютера, читая отзывы и все остальное, за это время, да, за каждый час времени, я уже посчитал, час времени в такси в Сочи стоит 500 рублей. Водитель может зарабатывать за час 500 рублей. Вот, например, вот, очень элементарно. В агентстве недвижимости то же самое. Час времени определенное время стоит. И если хочется зарабатывать больше, если хочется, не знаю, там, повысить свой доход, все, пересмотрите свое отношение к этим вещам, к работе, свое отношение к работе, к отношению к клиентам, к своему графику и так далее. И вот здесь, скажу, сейчас в Сочи все равно тоже, наверное, наверное, сколько бы у меня денег не будет, сколько там не будет у меня всего, я, наверное, все равно останусь, не знаю, там, преданным своему делу и буду вот именно вот по максимуму отдаваться. Потому что, по сути, я сейчас смотрю издалека, да, вот я смотрю на себя, вчера Сергей Мишк, на что он пообщался. Ну, мы реально, мы рабы сделали, сами себя сделали рабами. Либо, не знаю, ну, очень сильно этот момент, я даже не знаю, как сформулировать эту речь. Ну, мы вчера с ним созванивались 9 раз. То он занят, то я занят, то он занят, то я занят. И прекрасно понимаем, что нужно рпахать, нужно работать, нужно зарабатывать. Кто-то говорит, что счастье не в деньгах, нет, счастье в деньгах. Без денег очень тяжело построить что-либо, 100%. Я не видел еще ни одного довольную семью, которые сидели бы там в палатке. Было там детишки, они были довольны. Нет, таких нет, это все бред. Поэтому надо пахать, надо зарабатывать. Поэтому приходится вставать в 6 утра, приходить на работу, ну, сработать в 9 часов ночи. В общем, я хотел к чему-то видеоролик. Хочу просто взять, чтобы каждый из вас задумался по поводу отношения к работе, по поводу того, кто вам что должен, особенно работодатель. Мне там обязаны или не обязаны. Просто подумайте, да. Не хочешь быть никому обязанным, открывай свое дело. А, сложно, да, то-то все, вот, а вот. Я могу сказать, если ты не можешь в качестве наемного работника показать свой результат, то ты не сможешь и в качестве, ты не сможешь и в своем бизнесе. Если ты не умеешь работать в команде, ловить нечего. Сто процентов. Все, теперь всем хорошего настроения, всем море позитива. Желаю всем хорошего, достойного заработка. Желаю пересмотреть отношения к вещам. Ну, и желаю, чтобы вы все были счастливы. Пока.